на ремонте вот такой планшет vk 815 значит диагноз он работает включается но как видите не работает побит тачскрин ну и суть ремонта замена именно сенсора не экрана и кон работает именно сенсора он сильно побит поэтому снимать его будет несложно ну и в общем то с этого начнем начнем с того что будем вскрывать и потихонечку сначала откроем заднюю крышку задняя крышка в общем то открывается стандартно на клипсах засовываем я обычно засовываю ноготь или можем воспользоваться специальной специальной лопаткой для этого и потихонечку вскрываем и снимаем заднюю крышку после того как прошлись по всей поверхности задняя крышка снимается ну и чтобы совсем не наверняка ничего не повредить в желательно отсоединить аккумулятор аккумулятор отсоединяется просто здесь разъем защита разъема на винтиках ну и сам аккумулятор на шести винтах винты обыкновенные под крестовую отвертку поэтому ну просто берем отвертку и все шаг за шагом откручиваем винты откручены все ну и просто поддеваем и убираем уж для того чтобы если вдруг чем-то что-то замкнули чтобы не ничего не сгорело и в сторонку ну и конечно же вам понадобится новый тачскрин я заказал с китая он уже пришел будем его вскрывать но сначала нужно решить проблему со старым тачскрином его нужно снять ну и будем потихонечку его снимать вскрываем пакет значит это тачскрин я надеюсь что видно номер вот так вот скрываем есть инструмент есть инструмент инструмент, а также точскрин. Вот так. есть какая-то скрин для вот такого аппарата VK815LG. Упаковано в принципе хорошо. Также есть в общем то это он похож и будем сейчас по распаковке это действительно он ставим на место я продолжаю видео по поводу снятия тачскрина я приспособился таким образом у меня как видите достаточно мелкие но тут есть и крупные части до них мы еще дойдем мелкие части я просто поддеваю причем приспособился так что поддеваю именно ногтем почему во первых я его чувствую сильная поддевая нет чувствую давлю ли я на экран или нет поэтому тут уж простите не могу сказать что это будет удобно всем все зависит от крепости там ногтей у меня есть инструмент такие вот поддевалочки в принципе наверное можно ими поддевать но я вот когда поддеваю я чувствую ногтем что я подделка и потихонечку раз раз причем так получается что чем теплее экран тем он легче снимается поэтому я беру обыкновенный фен это фен бытовой обыкновенный прогрел и она еще легче начинает отделяться делайте это аккуратно потому что отражение сфокусировалась потому что важно еще и крана у нас экран целый мы меняем только тачскрин и стараемся экран не поцарапать и поэтому потихонечку шаг за шагом снимаем мне очень удобно это делать ногтем неудобно снимать и делать ну в принципе я это делаю разными ногтями большим почему-то мне ногтем честно говоря это делать удобнее чем различными приспособлениями я чувствую нагрузку чувствую насколько сильно я поддеваю так удобно регулировать нагрузку по сути дела руки какую-то часть уже поотковырил ну и так шаг за шагом я потихонечку снимаю остатки так хочу поделиться как все получилось смотрите когда я эти части я уже отделил когда я делаю вот от края получается подцепить ногтем но когда уже захожу дальше то с ногтем возникли проблемы сложно подцепить под грей и я пошел другим путем взял проволоку нехромовая проволока 0,2 миллиметра движениями туда-сюда можно достаточно резво проходит если нагревать то вообще хорошо сейчас все покажу как это делаю я не уверен что будет достаточно хорошо видно но мне как бы видно нормально проволоку зажимаем на пальцах просто зажимаем то и все с одной и с другой стороны и потихонечку потихонечку за заводим и она понемножку срезает сенсор сейчас немножко подниму чтобы было видно и движение рук потихонечку отходят если какое-то маленькое стекло отошло и нужно убрать потому что она там может поцарапать поцарапать экран вот так идем все дальше и дальше и постепенно двигаемся когда немножко дальше продвину я продолжу видео вот так вот с помощью помощника можно ускорить процесс я с одной стороны отдел перчатку можно сильнее натягивать но без фанатизма потому что проволока рвется ну а второго человека попросить меня это жена делает феном потихонечку разогревает здесь и тогда намного легче идет включаем давай покажу со стороны перчатки порвалась потому что я сильно натянул ну и принципе это не проблема вытягиваем и продолжаем дальше ну и так поступательными движениями туда и назад мы можем потихонечку снимать клей но если кто-то помогает и натягивает нагревает то дело идет быстрее уже почти полностью все открылось потом нужно будет все это отковыривать тоже непростая задача потому что немножко приклеивать но это уже намного легче причем такая ситуация что когда рвется то заново задеть тоже непросто нужно нужно вот это вот все отклеенное сначала отковырять потому что через все это уже прорезанное заново сложно пройти почему-то у меня плохо получается поэтому сначала все соберу собираю разным способом то что можно подцепить подцепляю если не получается можно это сделать с помощью лезвия но аккуратненько и потихонечку ну и так собираем пока не соберем до конца и потом заведем новую проволоку большую часть снял того что я срезал и теперь потихонечку продолжаю туда-сюда поменял проволоку слишком натянула порвалась но это не проблема у меня целый моток осталось от какого-то проекта покупал нехромовую проволоку недорого стоит но она достаточно крепкая хотя и 0,2 миллиметра но лучше это делать лучше или сделать какие-то наконечники такие ручки мы доходим уже практически до самого конца снова у меня порвался кусок проволоки и я заново стараюсь зацепиться заново стараюсь сделать такие завитушки чтобы можно было удобно тянуть но если греть то получается намного эффективнее но если греть то получается да это да на в в в в Продолжение следует... По сути дела на этом закончена основная часть. Теперь я потихонечку снимаю те части, которые отклеены. У меня они небольшие, потому что так получилось, что при ударе рассыпалось на мелкие части. Если большие части, то это может быть сложнее сделать. Получилось полностью убрать все стекло. Теперь уберу стекло, уберу клей. Клей можно убирать просто стягивая частично. Обратите внимание, чтобы не попадались кусочки стекла. Чтобы не поцарапать, стекла убираем. После того, как вы механически сняли большую часть клея, его можно уже потом тряпочкой с растворителем очищать. Таким движением потихонечку стягиваем клей со всего экрана. Так будет быстрее убираться. Ну и нужно убрать стекло вместе с шлейфом. Шлейф тоже вытаскиваем. И уже после того, как уберем клей, проверим работоспособность нового тачскрина. Поставим сюда и проверим. Я хотел показать, как все продолжается. Я потихонечку стягиваю. Клея достаточно много. Поэтому растворителем будет снимать очень тяжело. А так потихонечку подтягивая, снимаем практически весь клей. Кроме отдельных частичек, которые потом с помощью растворителя уберем. Не буду показывать весь процесс. Надавливать не нужно. Просто пальцем подводим. Клей цепляется за палец. И потихонечку его просто стягиваем. По сути дела придавливаем на клей и стягиваем, а не на сам экран. На несколько частей разделим. И потихонечку тянем. Вот так шаг за шагом. В общем-то дошел уже до конца. Теперь уже последние штрихи. Последний угол. Собирал вот такое количество клея. По сути дела если заклеивать нужно рассчитывать, что вот такое количество клея пойдет на заклеивание. Ну и теперь уже он готов для того, чтобы проверить новый тачскрин. Ну что же когда все я уже убрал и еще не помыл растворителем. Захотел проверить пришедший из Китая тачскрин сенсор. Просовываем шлейф. И соединяем на вот этот маленький разъемчик. Тут все очень просто. Вот этот шлейф просунул. Сюда поставил. И все. Я уже включил. Все работает. Причем работает идеально. Нажимаются все кнопки. Никаких дополнительных фантомных включений нет. Кнопки нажимаются правильно. Не соседние. Бывает так, что тачскрин Кнопку нажимаешь, нажимается соседняя. Ну вроде бы с этим вопросов не возникает. Ну и в общем то и все взмахи все все отображается правильно. Появилась возможность отремонтировать. И заканчивать я буду на самом деле не так как необходимо Залить полностью клеем. У меня даже есть такой клей. Но я просто сделаю так же как делается для всех остальных Китайских планшетов. Просто по краю приклеить двухсторонним скотчем. Я планирую сделать так, а не приклеивать на клей по всей поверхности. Это намного легче. Это можно сделать в домашних условиях. Для этого нужно сейчас просто хорошо протереть экран. Тут у меня в некоторых местах видно, что некоторые части клея остались. И приклею по плоскости на хороший специальный двухсторонний скотч. В общем то все получилось удачно. Экран работает. Если у вас такая же проблема повторяйте это не сложно оказалось. Поэтому как я еще буду приклеивать тоже покажу. После того как мы проверили тачскрин он полностью работает. Перед тем как приступить к клейке нужно убрать остатки клея. Спирт я попробовал убирает плохо. А сольвент очень резво убирает. Ацетоном или 646 я не рискнул. Потому что можно повредить какой-то пластик. Сольвент очень хорошо очищает. Как видим в принципе уже часть какую-то часть. Я нарезал тряпочек тут. И буду потихонечку шаг за шагом очищать стекло. Уже сам экран LCD экран от остатков клея. Ну и так делаем до полной очистки. А потом уже можно спиртом протереть. Причем спиртом без примесей. Например если взять с аптеки салициловый спирт. То он может оставлять белые разводы. Нужен желательно специальный спирт для стекол. Изопропиловый. Поэтому сначала убираем растворитель. Ну что же. В принципе весь клей удален. Теперь я еще удалял остатки клея здесь. На всех таких. Здесь такая мягкая подставочка. Не знаю как его сфокусировать. Именно на этой части. Не получается. Вот здесь по всему периметру есть такая мягкая проставочка. На ней тоже нужно удалить клей. Чтобы потом положить липкую ленту по всей поверхности. Я удалил пока клей только сальвентом. Выливать спиритом без разницы. Теперь нужно еще специальным спиртом. Для того чтобы не было разводов. Тут некоторые моменты остались от сальвента. Но для начала я в комплекте была липкая двухсторонний скотч. Я здесь все наклею. Еще не буду снимать защитную пленку. Просто двухсторонний скотч наклею. И потом уже смогу начисто протереть стекло. Но сначала двухсторонний скотч. Способ наклейки двухстороннего скотча простой. Он там был уже немножко расклеен. На такие закругленные части. И средние. Вот такая. Это общая. Тут такие закругленные были части. И средняя часть. Которую нужно. Она уже так подрезана была специально. Чтобы уголки можно было закругленные приклеить. Ну а в оставшиеся части я вклеиваю потихонечку. Разрезаю на полосочки. И сейчас доклею полосочки. Нужно посмотреть до какой ширины нужно вклеивать. Потому что клей должен быть закрыт. После того как вклеится и поставится сенсор. Не должно быть видно вот этих. Они хоть и прозрачные. Но все равно вот эти черные окантовки. Он должен весь перекрыться. Ну и все. Теперь я потихонечку обклею вокруг. Все. Полностью скотч двухсторонний приклеен. По всей поверхности. Потом его можно будет просто снимать. Ну и теперь осталось только хорошо вычистить стекло спиртом изопропиловым. Который не оставляет разводов. Итак. С помощью спирта изопропилового и специальной тряпочки. Без ворсистой. Аккуратно вытираем. Все первоначально. Для того чтобы не было ни ворсов. Ни разводов. Ни грязи. И теперь вставляем разъем. Разъем вставляется просто. Сюда просто продеваются дырочки. И на той стороне его нужно закрепить. После этого вставим корпус. Разъем здесь нужно просто вот так поставить. И разъем вставить. Все. И так будет вставлено до щелчка. Теперь нужно поставить крышку заднюю. Почему? Потому что когда мы будем вклеивать. Это стекло. Оно может немножко сдвинуться. Влево, вправо, вверх, вниз. И будет плохо в корпусе стоять. Но если мы заднюю крышку поставим. И уже вклеивать будем прямо по задней крышке. И она тогда станет в бортике. Прямо в бортике станет и вклеится хорошо. Поэтому сейчас заднюю крышку. Я поставил заднюю крышку. Теперь, когда она становится, она занимает правильное место. Я не ошибусь. Последний этап. Еще раз протру пыль. Уберу из-под низу. Причем лучше это делать в таком месте, где как можно меньше пыли. Поэтому я вот так поставил вертикально. Для того, чтобы сам экран закрывал. И пыль снова назад не попала. Сейчас еще раз протру. И буду снимать защиту скотча. И положу на место. Собственно в этом и заключается уже вклейка. Буду аккуратно держать. И затем приклею. Я уже протер то, что хотел. Убрал все лишние пылины. Есть у меня помощница, которая держит экран сверху. А я потихонечку буду снимать защитную пленку с двух стороннего скотча. И после того, как сниму, уже поставлю экран на место. После того, как убрана вся защита. Теперь убираем нижнюю защиту. Я нащупал и снял защитную пленку с самого низу. Ну и теперь аккуратно нужно вставить по самому размеру. Начиная откуда-то, например, сверху. Чтобы оно точно зашло в пазы. Теперь по всей длине нужно немножко прижимать. В принципе, можно немножко и феном прогреть. Для того, чтобы оно немножко плотнее стало. Ну, собственно, это все. Ну вот. В этом и заключается ремонт. Тут есть еще верхняя пленочка. Которую тоже в принципе уже снимаем. Она уже не нужна. И тогда он становится вот таким красивым. И теперь можем включать и наслаждаться работой. Ну что ж, ремонт произведен. В принципе, все нормально работает. Никаких вопросов не возникает. Набирается текст. Точность попадания нормальная. Цифры, буквы. Поэтому повторяйте такой метод замены тачскрина. Хотя он изначально не заменяется. Нужно было в сборе с экраном. Но вот если пойти таким легким путем. То можно и самостоятельно в домашних условиях это сделать. Подписывайтесь на канал. И вы сможете ремонтировать не только такую технику. Но и многое другую. Самостоятельно. С помощью самых бытовых обыкновенных инструментов. Так.